МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, по субботам в эфире телеканала ТВ-Центр аналитическая программа по скриптум студии Алексей Пушков. Сегодня в нашей программе. Когда вершина моей политической карьеры на Ютубе. Давно хотел влезть именно в эту программу по скриптум с Алексеем Пушковым. И вот, наконец-таки, предоставился такой шанс. Итак, сегодня в программе. Значит, пермского коммунальщика уволили после заявлений о плате за дождевую. Теперь вы, дорогие россияне, не будете платить и за дожди, и за грозы, и за град. Украинский блогер сравнила цены в кафе в Киеве и Крыму. Расскажу, почему этого самого украинского блогера надо арестовать украинские же службы безопасности. В России вступили в силу ограничения для неэкологического транспорта. Ну, что сказать. Попытаются свое отыграть электрокомпании у нефтяных и газовых. Посмотрим, как у них это получится. Глава МИД России встретился с делегацией американских конгрессменов. А мы все знаем, какие отношения конкретно у Пушкова с американцами. И вот они приехали в Москву. Именно поэтому сейчас это посткриптон, а не вести недели с Дмитрием Киселевым. Три четверти автозаправок не доливают. Бензинрейд прошел по 18 регионам. Ничего необычного. Обычная ситуация в России. Но интересно, что я ведь прекрасно помню, как мы всей семьей воровали бензин. Оооо, это было давно. По местам славы Путин дал полкам почетные наименования. Теперь страх и ненависть будет в Украине к России из-за этого переименования. Лаборатория Портондаун нашла следы новичка в анализах пары из Эмсбери. Новая химическая атака российских властей на Великобританию. Расскажу, кто виноват. Ну что ж, если вы еще меня не слышали, меня не видели, то кратко о себе. Я тот человек, который взламывает российские пропагандистские передачи, наставляет вас на путь истинный и выбивает из ваших голов всю эту патриотическую дурь и афинею, которую несет Кремль и другие структуры российской власти. Ну и еще перед тем, как мы перейдем конкретно к новостям недели, я тут задавал вопросы в Мейлору, что для вас важнее в эти дни, имеется в виду с 15 июня по 14 июля. И выяснилось, что перевесом всего в один голос победил футбол пенсионную реформу, чего я, признаюсь, не ожидал. Но вы сами в этом виноваты. А теперь к вестям. Ну в смысле, к посткрипту, ну да, я еще перепутал. Пермского коммунальщика уволили после заявлений о плате за дождевую воду. Сотрудник Кунгурского водоканала, сообщивший об оплате за дождевую воду, был уволен к чехтовой матери. Об этом сообщил советник руководителя региональной службы по тарифам Андрей Красинников. За что? За введение нового тарифа на оплату за дождевую воду? Нет, за неправильное информирование населения. Плата введена не за дождевую воду, а за канализацию. Но, конечно же, это меняет тело. Когда вы оплачиваете воду в своих домах, холодную, горячую, вы коммунальщики плачете не только за доставку воды к себе в квартиру, но и за качество воды, в том числе, чтобы этой водой потом смывать ваше пардон-говно. Вот как должно быть в идеале. А что же в Кунгуре? А в Кунгуре, помимо платы за воду, в которой и так включено обслуживание канализации, а по-другому быть не может, потому что мало провести воду в жилые дома, надо еще сделать так, чтобы это потом в воду беспрепятственно вытекало, и чтобы этому никому не мешало. Ну так вот, в Кунгуре введена отдельная плата за ваше пардон-говно. Теперь совершенно ясно и точно, что кунгурцы будут срать и ссать под кустами, под живыми домами, лишь бы не платить за новый налог. А ведь если бы не перские СМИ, все еще могло бы получиться еще хлеще. Ты не поссал, ты не посрал в свой унитаз, но тут пошел дождь, и все, плати. Ты влип в копеечку. Вот что говорят очевидцы данного события, чьи комментарии подверглись цензуре РБК, то есть статьи, которые вы сейчас видите на своих экранах, этих самых комментариев очевидцев нету. Но у меня есть. Мы спросили управляющей компании, которая обслуживала наши дома в Кунгуре, А что же за строчка в платежке? ОДН за сточные воды. А и нам ответили, вы обязаны платить за воду, бегущую с крыши по водостокам и попадающую в канализацию. Жители возмутились. Вода действительно стекает по водостокам, но попадает не в канализацию, а во двор. И потом она высыхает на солнце. Плату за канализацию в Кунгуре, несмотря на возмущение граждан, взымают вполне законно. На основе приказа региональной службы по тарифам от 31 января 2018 года, который вступил в силу с 12 февраля 2018 года. Увалили сотрудника водоканала по формуле, надо найти козла отпущения, дабы успокоить народ. И в случае возмущения народа той или иной управляющей компании, пусть она, эта самая управляющая компания, не смеет ссылаться на вышестоящее начальство. Она как раз это сделать посмела. Но ведь это не отменяет еще одну статью в платежке россиян. И вы будете платить и платить, пока говно не всклынет из-под асфальта. Дорогие мои терпилы, ядра с псевдопатриотическим уклоном. Если вы не будете выходить массово на улицы и перекрывать трассы, требуя справедливости, слово которого давно забыли в Кремле и в российских судах, в правительстве, в Совете Федерации, то в скором времени будут введены новые платежки, такие как плата за снег, плата за то, что прошла гроза, плата за то, что прошел град, плата за то, что прошел ураган. А власть, если будет говорить такие слова, что за общедомовые нужды надо платить индивидуально. И вот если даже воробей покакал на крышу, пролетая мимо вашего дома, то именно вы, а не кто другой, обязан будете платить этой самой управляющей компанией. Да, вот так вот и будет. Тут мне, конечно же, вспоминается Чаполина с его... в романе, да. Чаполина с его налогом на воздух, я уж точно не помню, но, по-моему, налог на воздух. А тут будет налог на все подряд погодные условия. Я уже много раз высказывался за возвращение жилищно-эксплуатационных контор, поскольку это вам не бизнес. Где, ну, захотел булочку купил, не захотел, не купил. От этого вида бизнеса ты никак не уйдешь, разве что будешь бомжевать. Ведь квартира или дом есть у каждого. А значит, это не бизнес в классическом понимании этого слова. А задача государственной важности. Обеспечить хорошие коммунальные услуги и справедливые с точки зрения, прежде всего, населения цены за коммунальные услуги. А с этим частный бизнес все-таки не может справиться. У нас, как говорится, не Европа. У нас очень суровый климат, где летом за плюс 30, а зимой за минус 40. И, конечно же, платные какашки в унитазе жителей Кунгур. Идем дальше. Украинский блогер сравнила цены в кафе в Киеве и в Крыму. Данная статья из вестий служит нам всем. Примером, как на первый взгляд правильная информация оказывается на поверхности неправильной и неверной. Но обо всем по порядку. Итак, украинский адвокат и по совместительству видеоблогер Татьяна Монтян посидела Крым и сравнила цены в кафе со стоимостью блюд в киевском заведении. Если коротко, то в Киеве гораздо дороже такие блюда, как шашлык и рыба. И это удар по желудкам для киевлян. Я не буду говорить коротко об этом. Я буду говорить об этом подробно. Во-первых, госпожа Монтян приехала в Крым после введения в эксплуатацию Керченского моста. Сия транспортная развязка позволила снизить цены в Крыму. Госпожа Монтян почему-то не фотографировала цены и не ездила в Крым до строительства моста. Что позволяет мне судить о ее, мягко говоря, продажности Кремлем. Во-вторых, надо понимать, что сейчас Крым для россиян. Крым конкурент это по турбизнесу в России, Сочи и Турции. Но если в Сочи и Турцию из-за их высокоразвитой инфраструктуры и престижностью отдыха едут в основном туристы с набитыми кошельками, то в Крым едут те, кто не может себе позволить Сочи и Турцию. И цены в Крыму соответствующие потребности людей, отдыхающих на полуострове. Если цены будут подняты, а зарплаты нет, то никто не будет есть этот самый шашлык Татьяны Монтян. Есть и еще одно обстоятельство. Киев это столица государства. В любой столице, так как там живут элиты государства, цены, естественно, дороже. Ну пусть не в очень обычном, но все-таки субъекте Российской Федерации. Соответственно, надо сравнивать цены не киевские и крымские, а цены киевские и московские. И это будет все-таки объективно. И сравниваем киевские цены и московские цены. И получаем, что в Киеве дешевле по сравнению с ценами в Москве. Это уж точно. Еще одно обстоятельство неправильности выводов Татьяны Монтян. Война. Да, война. Государство тратит большие деньги на противостояние с Россией. Гораздо сильнее, чем по экономике России. Это бьет по экономике Украины. Из-за того, что Россия большая нефтегазодобывающая страна, а Украина вынуждена платить за газ. Это раз. Ну и Россия бесчеловечно и бессовестно ворует уголь с Донбасса. Хотя есть, наверное, какие-то договоренности с Ренатом Ахметовым. Но если судить по фактам, то получается, что Россия, договорившись с сепаратистами Донбасса, вывозит украинский уголь. Татьяна Монтян невдомек, что завтрак, обед, ужин в кафе может позволить себе не каждый россиянин. И судить об благосостоянии по ценам в кафе, это все равно, что заявляют, что из-за увеличения олигархов в России народ российский процветает. Конечно же, это неверно и неправильно. Украина воюет, и в первую очередь она вкладывает деньги в армию, а уже потом в остальную часть экономики. Ну, такую, как в случае с кафе мелкорозничную торговлю. Но все-таки, в первую очередь, конечно же, идут, кстати, расходы этого вооружения. Да, и это означает очень плохую жизнь для украинцев. Но иначе никак по-другому, по-другому не остановишь агрессора Россию. Если поступать по-другому, то, считай, не будет никакой Украины, а будет Киевский федеральный округ в составе Российской Федерации со всеми вытекающими. А теперь у меня вопрос непосредственно к самим известиям. А зачем вообще эта статья? Ну, какой-то там блогер приехал в Крым. А в чем новость-то? А новость-то в другом. Я зашел на Фейсбук, в Татьяну Монтян, и обнаружил две вещи. Во-первых, она довольно часто ездит в Москву. Уже подозрительно. И окончила она МГУ. Сейчас вы скажете, и что? А в чем новость, Дениска? А давайте-ка вспомним последний скандал с МГУ, где, со слов преподавателей, есть тайная комната для допросов и вербовки в ФСБ. И я так понимаю, она там не вчера появилась, а, наверное, еще со времен КГБ. Выходит, что Татьяна Монтян, по сути, завербованный блогер-адвокат российской власти, который участвует в антиукраинской пропаганде. В этой связи я открыто призываю службу безопасности Украины начать расследование против адвоката Татьяны Монтян. А что касается отдыха украинских граждан в Крыму в целом, то им, по сути, некуда деваться, ведь Одесса – это стратегический город, там находится главная плавбаза ВМФ незалежной, а значит, выход только один для Гройсмана и Порошенко – развивать турбизнес на Днепру. И, конечно же, арест Татьяны Монтян за сотрудничество с фрагом и оккупантом. Арестовать. Арестовать Татьяну Монтян. Хочу видеть ее в тюрьме украинской. За сотрудничество с фрагом. Идем дальше. Понедельник. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас там. Ага, да. В Россию вступили в силу ограничения для неэкологического транспорта. Очередной сюрприз-сюрприз. Очередной сюрприз-сюрприз от наших властей. Итак, в силу вступила новая редакция ПДД. Согласно поправкам, в России вводятся новые дорожные знаки и ограничения на въезд в город для неэкологического транспорта. Новый знак «Зона с ограничением экологического класса» означает, что на данную территорию не смогут проехать автомобили класса Евро со значением от 0 до 3. «Контроль за соблюдением знаков» будет осуществлять ДПС. Вот сейчас вы видите зону ограничения знаков. «Контроль за соблюдением знаков» будет осуществлять ДПС. «Дорожно-патрульная служба» и «Дорожные камеры». Камера будет сверять машин по базе данных МВД, в которых есть сведения об этом экологическом классе вашего транспортного средства. Нарушителей будут нещадно штрафовать. Если ваш автомобиль не в базе МВД и у него отсутствует экологический стандарт, то вы обязаны за свой счет пройти новый техосмотр, чтобы получить этот самый класс, по которому вам же либо вас будут шрафовать, либо вам будут запрещать въезд, ну, например, в центр города. Вот так вот. За вас же счет вас же грабят. Обратите внимание, что ограничения экологического стандарта введены, по сути, на все легковые автомобили и грузовики, кроме специальных средств автотранспорта и дорожных машин типа асфальта, укладчика и бетономешалки. То есть, кроме тех машин, которые реально загрязняют воздух, введены запреты на экологический стандарт. А вот те, кто реально загрязняют воздух, эти машины могут свободно прокатываться по городу. Да, и автобусам ниже класса Евро-3 будет запрещен въезд в российские корота. А таких ведь большинство. Да, их заметно новые автобусы, чтобы соответствовать стандарту экологическому Евро-5. Но дело в том, что некоторые из новых автобусов, хоть и соответствуют Евро-стандартам, выхлопа топлива, но крайне неудобные. Есть хорошие примеры Евро-экоавтобусов в Российской Федерации. Это, безусловно, Камский НЕФАС. Очень шикарный автобус, как и для пассажиров, так и для водителей. Но он довольно дорогой для муниципалитетов, городов. И поэтому, чтобы соответствовать всем эко-евронормам, покупают эти белорусские МАЗы 206-й модели. Они рассчитаны на перевозку 35-40 человек. И, в принципе, это не автобусы, а мини-автобусы. Но их закупают для перевозки в городах миллионников. И, конечно же, в них набивается толпа народа. Некоторые автобусы даже не могут сдвинуться с места. Это из-за этого позор, позор всем муниципалитетам, которые закупают в городах миллионников, в городах, в населении которых чуть меньше миллиона человек. Это нормально. Понятно, что если город меньше, то и надо закупать мини-автобусы. И это ясно. Но когда закупаются эти самые мелкие МАЗы в таких городах миллионников, как Самара, Екатеринбург, а там набивается в них толпа народа, особенно в час пик, мне кажется, как-то власть эти детали, эти нюансы не просчитывает. Конкуренты жалуют. В этих самых МАЗах 206-й модели кондукторы жалуются, им неудобно в них взимать плату за проезд из-за характерных в них ступенек. Они сделаны, чтобы освободить центр площадки для инвалидов. Никто не спорит, что надо создавать все условия для инвалидов-коляжников, чтобы им было легко забираться в данный автобус. Ну, не за счет же удобства других граждан. И вообще, вот когда это вам показывают, вот этот самый автобус, когда там какой-нибудь чиновник приходит, и как раз вот этот пандус из автобуса вынимается, но вам это показывают. Но в реальности я бы ни разу не видел, чтобы, во-первых, инвалид-колясочник передвигался на общегородском автобусе, и во-вторых, чтобы этот пандус выдвигался. Вообще не разу. Хотя такие автобусы в моем городе ходят большинство сейчас. У меня просто нет слов от долбоебства чиновников. У нас, кстати, в городе для инвалидов-колясочников такая есть разновидность, как социальное такси, ну, там газель с пандусами, они туда забирают через эти пандусы, ну, и потом там им куда нужно их, и туда и отводят. Мне кажется, это более правильно, чем оборудовать общественный транспорт в угоду неудобства другим пассажирам для удобства маломобильных граждан, которыми в большинстве своем этими автобусами и не пользуются. Если бы они пользовались, это одно, ну, понять можно, да, там инвалид, для удобства инвалидов сделаны. Ну, так ведь ни одного инвалида я не встречал колясочника, чтобы он там в автобус свою коляску вот эту честанду запихивал вообще на улицах моих городов, а ведь автобусы с пандусами этими колесят, по-моему, городу сутками напролёт. И что? Столбайство чиновников просто транспортное. А что с автомобилями, это вообще космар. Дело в том, что некоторые машины и грузовики в нашей стране действительно не создавались под экологические стандарты. Они создавались так и таким образом, чтобы в них можно было завести мотор в минус 30, в минус 35 и без помощи незамерзайки. Ты не заведёшь машину класса Евро-5, особенно на Урале и в Сибири, где бывают все минус 40. Для этого нужен бензиновый старый добрый двигатель и то не факт, что он заведётся, а не газомоторный. К тому же, понятно, где эти знаки будут висеть в центре города, чтобы местный элите, дедок на своей, например, оке или четвёрке, глаз не замыливал рядом с губернаторским джипом, к примеру. Характерно и то, кто эти новые поправки подписал. Дмитрий Анатольевич Медведев, человек, для которого не существует Россия, дальше Ярославля, а весь мир у него вмещается в айфон. Разумеется, это его коррупционная схема, ведь раньше, давным-давно он работал в Газпроме, а газомоторное топливо, которое, кстати, и Европятия называется, но соответствует этому классу, у нас считается экологическим чистым. Вот сюрприз, сюрприз. Новые правила нужны только для новых бабосиков Газпрому. Коррупционная схема в чистом виде, да и только, а не нововведение ПДД. Конечно, экологией надо заниматься. Но я вот заметил, что когда я, например, приезжаю в деревню на праздники или на выходные, то транспортные системы, то транспортные машины, они, ну, конечно, в меньшем количестве, но курсируют по деревне. И не захламляют всё-таки воздух. А воздух захламляют как раз вот эти вот предприятия, которые дымят и дымят. Потому что в моей деревне нет таких предприятий. Я приезжаю, когда на отдых, всегда дышу свежим воздухом. Даже если в это время по трассе, которая прилегает посередине моей деревни, проносятся многотонные грузовики. Да, вот это вот я подметил последнее время. То есть вас, дорогие россияне, россияне разводят на то, что это вот бензиновые, бензиновые двигатели во всём виноваты, что вам дышать нечего. А то, что мы там не строим парки отдыха для вас, а то, что мы не штрафуем предприятия за вредные выбросы, ну, пф, пф, пахли в жопу. Да и всё. Ну, будьте мне возмущаться Ну, короче говоря, так Если ваш автомобиль не соответствует классу Евро-5 То хрен вы, въедете на свои ласточки В центр города, да и вообще в город Будет создано так называемое транспортное гетто Или бензиновый геннадцатый Тут уж выбирайте сами Но приятного мало Глава МИД России встретился с делегацией американских конгрессменов Сергей Лавров выразил надежду на то, что визит будет символизировать Восстановление отношений между парламентариями В свою очередь глава делегации США от штата Алабамы Привет, Абаме! Ричард Шелби ответил, что удалось обсудить много двухсторонних вопросов Но, по сути, американские конгрессмены Прибыли в Россию для обсуждения Предстоящей встречи Путина и Трампа Шелби также заявил, что Русские с американцами соперники Но не враги О чем говорил Лавров с сенаторами И одним членом Палаты представителей Остается только догадываться Но потом еще была отдельная встреча сенаторов США И сенаторов Совета Федерации Российской Федерации В которой, со слов одного из членов Совета Федерации Константина Косачева Американцы просили русских не вмешиваться в выборы парламента США В ноябре месяце До визита конгрессменов в Россию Прибыл советник по национальной безопасности Белого дома в Болтон Для обсуждения деталей встречи Путина с Трампом С самим Путина с Трампом Интересно также и то, что сначала Валентина Матвиенко заявила, что не будет встречаться с американскими конгрессменами Но потом, видно, была дана команда из Кремля И госпожа Матвиенко сидела на этой встрече сенаторов С софтфидистами Как миленькая Ну и теперь о самой этой встрече сенаторов Из России с американскими коллегами в целом Мне показалось, что сенат и вообще конгресс Сдался на милость победителя в президентских выборах Трампу И его куратору Владимиру Владимировичу Путину Ведь ехать в Москву и просить русских Буквально умоляя, не вмешиваться в их выборы Это изначально проигрышная позиция Позиция слабого Так и еще накануне главного американского праздника Дня независимости С чем я вас всех и поздравляю Да, на этой неделе был 4 июля Я поздравляю всех американцев Я поздравляю себя Я поздравляю всех, всех, всех С днем независимости США От этих красных мундиров От британцев Теперь с уверенностью Можно сказать, что республиканская партия Партия власти сейчас США может просрать конгресс демократам Что это такое Подумают избиратели Ехать на поклон к русским Так еще в канун 4 июля Позор Это все равно, что ехать в Рамадан Кагиловцам, нашим депутатам Вот он, плохой класс элиты Не только у нас Но и там За океаном Это доказывает победа Трампа Человека, мягко говоря, не системного Который смог починить себе Хоть и не весь Не весь Сенат И палату представителей Но уж точно теперь Понятно всем, что республиканскую партию Сенаторы США Останутся у нас тусить До 30 июля Потому что в Питере будет саммит Международной парламентской группы Конечно, это все может быть Забалтывание российских властей И американские разводки На какие-то двухсторонние договоренности США и России А приезд сенаторов В Российскую Федерацию Это тонкая игра Трампа Но пока в это, честно говоря, слабо верится В одно обстоятельство Я пока что поверил точно Это в то, что Про российскому президенту Трампу После того, как он уговорил Конгрессменов посетить Рашку Импичмент точно не грозит До ноября До выборов в Конгресс Ну и Из забавного Сенаторы США думают, что здесь в России Голодают Но нет А все почему-то Потому что Они посетили самый жирный Субъект в прямом смысле Российской Федерации Москву Там-то уж точно Даже бомжи не голодают А вот если же Сенаторы, например, посетили бы Российскую глубинку Например, город Омск Тулу То разрушение мифов о России И могло бы быть у сенаторов и не получилось бы. Идем дальше. Три четверти автозаправок. Не доливают бензин. Рейд прошел по 18 регионам. Российских автомобилистов регулярно обманывают на заправках. С таким утверждением выступила Федерация Автовладельцев России. Здесь скопчено фар. Я ее называю фарой. Так, в городе Нахибино, что под Москвой, на одной из АЗС заправляют бак на 50 литров. А по чеку выходят все 54 литра топлива в бак в машине. Сотрудники фары пришли к выводу, что если колонка частная, не государственная, то не доливают бензина в бак в среднем 2 литра. А вот если колонка, скажем, газпромовская, нефтевская или роснефтевская, то не доливают от 3 до 5 литров. То есть больше бензина в бак. Помимо сотрудников фары, не долив бензина с АЗС в баке транспортных средств фиксировал гражданский контроль качества топлива. В ходе всех этих проверок АЗС выходит, что топливные компании с недолива топлива получают с каждого автолюбителя от 40 до 150 рублей в так называемой черной прибыли. В России занимаются махинацией с бензином. Но меня это не удивляет. Это даже не новость, это данность. В кафе вам не доливают кофе, в ресторане не докладывают еды и так далее. Самое удивительное заключается в другом, что федеральная антимонопольная служба считает это совершенно нормальным, допущает возможность недолива топлива на АЗС. Вот так и понимает их, этих самых антимонополистов. Вот что сказал Геннадий Онищенко, был в бывшем времени глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Государственной Думы. По этим данным, ну, его слова, по этим данным надо проводить проверку и устроить такую прочуханку, чтобы пару человек посадить. Я не сомневаюсь, что данные фары неправильные автовладельцам. Нужно жаловаться, бойкотировать и подымать на вилы тех, кто обманывает автовладельцев. Не дали в топливо, тут попрошу вашего внимания, слов Онищенко, никогда не проверяли в истории Российской Федерации вообще. Никогда не дали в топливо, не проверяли из 1991 года. Вообще, это первый случай вообще, когда кто-то проверил автозаправки. А? Удивлены, да? Я тоже. Оказывается, это даже и не при Путине, и при Ельцине, ну, в общем, какая бы власть ни была в России, то она вам не доливает топливо. Ну, кроме коммунистической. Там, наверное, все-таки строже были люди, и, можно с уверенностью сказать, гораздо честнее. Со слов, оказывается, со слов Онищенко, даже Роспотребнадзору сегодня нельзя в Российской Федерации проверять на предмет мошенничества топливной компании. А точнее, можно, но предупредив за месяц допроверить, ситуация доведена до абсурда на государственном уровне. Согласен с Онищенко, однако, тут есть несколько деталей, которые позволяют догадываться, почему так происходит, а не иначе. Но самая очевидная причина, это то, что нефтяные компании продают больше топлива за рубеж, чем у себя на внутреннем рынке. Из-за разницы курса валют им так выгодно делать. Притом, даже ясно, куда они конкретно продают больше топлива, в какую страну. Братьям белорусам я передаю сердечный привет. Думаете, что не знали мы? Нет, мы знали. А братья белорусы с этого ведь имеют. Они потом топливо европейцам и украинцам перепродают наше подороже. И не только топливо, а что с этого топливопродукты. Ну, например, мазут, скажем там, допустим. Или еще что-то. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда в нашей газодобывающей стране дефицит топлива. Вот и не доливают. А за рубеж гонят и гонят цистерны. Просто цистерна топлива. О, я у себя постоянно в городе наблюдаю. Цистерна топлива. Просто цистерна нашего топлива. Российского, российского. И едут в Казахстан. А, вместо собственного рынка. Это позор, конечно. Есть и другое обстоятельство. Недолива бензина. Это так называемая торговля втихую. Это когда бензозавоз соправляется на АЗС. И уезжает на 15 километров куда-то вглубь дороги подальше от АЗС, где их нету. И продает топливо подешевле. Но это не так называемая неучтенка. Ведь выходит по документам на АЗС столько топлива. А на самом деле побольше. Но они не доливают. Они как раз подъезжают. Как правило вечером этот самый бензовоз. Специальный, старый. В основном старый. И он уезжает куда подальше. Ну а понятно, что потом от этой самой выручки деньги уходят владельцам автозаправочной сети. Конечно же, в федеральной антимонопольной службе давно надо дать полномочия возбудить уголовные дела против таких... Таких бизнесменов. Против таких схем, прошу прощения, которые я вам описал. Только вот есть одно но. ФАС это вам не ровнее ФСБ. Выходцы из которых сидят как раз на управляющих постах этих самых автозаправочных станций. ФАС по сути своей не работает как нужно. Эта структура нужна, когда есть реальная конкуренция товаров, услуг и частных компаний. Но вот где эта самая конкуренция, когда есть гигантский монополист газа, Газпром, есть гигантский монополист нефти, Роснефть и так далее. Если со слов Латыниной, в нашем государстве специально созданы гигантские госкорпорации, чтобы легче было управлять частным бизнесом со стороны администрации президента. А Россия это гигантская нефтедобывающая империя, то тогда зачем нужна федеральная антимонопольная служба? Она на этом фоне теряется и в упор не видит всех правонарушений. Ровно потому, что любая госкорпорация убивает антимонополию на корню государства. А Нищенко это прекрасно знает, но молчит. И именно поэтому он депутат, а я вот нет. Идем дальше. Надеюсь, я вам тему раскрыл очень подробно. Так, и это убираем, и это убираем, и это убираем. Ага, да. О, тема многих взволновала. По местам боевой славы Путин дал почетные наименования полкам. Итак, 381-й артиллерийский полк будет называться Варшавским. 6-й танковый полк Львовским. 933-й зенитный ракетный полк будет называться Верходнепровским. Да что уж там, сразу пусть будет Киевский. Формально это привлечено к тому, что именно эти полки проявили себя именно в тех местах, благодаря которым стали известны на весь мир. И поэтому, ну то есть, понятно, что Варшавский полк проявил себя самым лучшим образом в Варшаве в годы войны, Львовский во Львове и так далее. И больше всего в Великой Отечественной. Скажу сразу, да, это действительно так. Но зачем же именно сейчас переименовывать, так еще и называть полки армии России именами географических объектов Украины, Белоруссии и Польши? Сейчас, когда с Украиной у нас идет война. Сами подумайте. После Сочи 2014 случилась оккупация Крыма и Донбасса. После чемпионата мира по футболу 2018 года случится оккупация всей Украины. Такое может пройти, а может даже и Белоруссии в патриотическом угаре нашей власти, который ярче всего проявляется после масштабных международных соревнований, проводимых у нас в стране. Видите сами, после чемпионата мира по хоккею 2007 года, год спустя была война в Грузии. А точнее и, наверное, после триумфального футбольно-хоккейного песенного превосходства России с мая по июль 2008 года. Ну помните, когда хорошо выступали наши футболисты на Евро, выиграли чемпионат мира по хоккею, выиграли Купу Куефа, Зенит, Билан выиграл Евровидение. И вот потом на этом самом патриотическом угаре, когда власть российская подумала, да елки-палки, мы все можем, мы все можем, и пошла войной на Грузию. Ну а после Сочи, когда по общему, пусть неофициальному, но все-таки количеству медалей выиграли зимнюю Олимпиаду, власть тоже подумала российская, да мы вообще весь мир можем стереть, и начала войну на Украине. А после чемпионата мира даже страшно подумать. Уж я не знаю, стратегия ли это или нет. После такого, я уж не знаю, это стратегия Кремля или Кремль после крупнейших международных событий, где либо мы выигрываем, либо проводим у себя. Да, Кремль не в адеквате, но факт есть фактом. Если где-то российские спортсмены одерживают победы, неважно в каком виде спорта, лишь бы он был бы популярен массово по всей планете, Путин думает, что он может все и даже больше. Сейчас в Украине напряглись. А что будет после мундиала? Будет ли новая агрессия России в их стране? И как раз Путин подсказывает, что да, конечно будет! По каким украинским городам, он даже не скрывает, что по каким украинским городам после чемпионата мира по футболу будет нанесен удар. Итак, выясняется, что в первую очередь на город Нежин в Черниговской области, потому что есть теперь Нежинская или Нежинская дивизия в составе российской армии, не в составе украинской армии, я вам напоминаю. И я тут погуглил и выяснил, что действительно в городе Нежин есть стратегический объект, это три разделенные клеи железнодорожного транспорта в разные города Украины. То есть, если захватить Нежин, можно потом пойти на Киев, можно потом пойти на Чернигову, даже не пойти, а вот, собственно говоря, поехать по ЖД ветке в Чернигову и вести наступление на Прелуке. Я бы сказал, направление, это направление главного удара. Ну и, конечно же, можно, захватив Нежин, а теперь такая дивизия есть, Нежинская в России специально, чтобы наступала под город Нежин, можно захватить этой дивизией город Киев. Ну и дальше, по кремлевской стратегии, после того, как Киев будет разрушен, в дело вступят львовско-варшавские полки, идя в направлении на Львов. Что же, как с переименованных, кстати говоря, полков фигурируют и белорусские города, что позволяет мне косвенно судить, что мой вариант развития войны и ситуации на Украине серьезно рассматривается в Кремле, а именно наступление на ВСУшников не только со стороны Донбасса, Крема, но и со стороны белорусско-украинской границы. Недаром же Лукашенко назвал возможную войну соседним государством Белоруссии. Ясно каким, не польским уж точно. А вот Варшавская дивизия, вот это подлинная и настоящая сенсация. Неужели Путин собирается оккупировать Польшу? В последний раз от России так действовал кровавый диктатор и деспот Сталин. Вы, конечно, думаете, что это бред. Но есть такая знаменитая фраза Владимира Владимировича Путина, сказанная Дмитрию Анатольевичу Медведеву в Кремле. Бред, а мы это с вами сделаем. После Первой мировой войны казалось, что не будет Второй мировой войны, а после Второй мировой войны казался СССР вечен и так далее. Я бы поверил Путину, что переименование дивизии это не следствие того, что он захочет оккупировать Украину и Польшу, а хочет просто вернуть исторические названия полкам и войскам соединениям, если бы это самое переименование прошло бы раньше судьбоносного поворотного 2014 года. Тогда бы я ему поверил. Да, возвращать исторические названия прославленных полков и дивизий это круто, но называть их именами действующих географических объектов другой страны, с которой ты воюешь, это месседж, друзья, это месседж Киеву, месседж белорусам, месседж полякам, что держитесь после чемпионата мира, мы, Россия, придем к вам в ваши города и будем резать и убивать ваших детей, сыновей и дать атакуру изнасилованием. И это никакой другой знак. В Кремле прекрасно понимают, что они идут на обострение ситуации на юго-востоке незалежной благодаря этому решению. Так что скоро будет марш-бросок на Львов, если, конечно, Путин об этом договорится с Трампом на саммите в Хельсинки, ну, чтобы не мешал марш-бросоку на Львов и на Польшу, станут членом НАТО. Но Трампу, кстати говоря, я плевать и на Украину, и на Польшу. Так что такой вариант развития событий, который я вам сейчас описал, вполне возможен. Трамп больше хочет заняться вот этой проблемой с мексиканскими гражданами, которые незаконно пересекают границу США, а не решать мировые проблемы. Ну, из-за исключения корейского полуострова. Но там дело в том, что ведь ракеты Ким Чом Ина могут серьезно долететь до американских городов, пересекая Тихий океан. Если бы ракеты Ким такой фортиль бы не смогли делать, то Трампа бы и Северная Корея бы не волновала, поверьте мне. Пятница. Разратница. Лаборатория Портондаун нашла следы новичка в анализе пары из Эймсбери. Пока вы все смотрели футбол, путинский режим вновь разбушевался и провел новую химическую атаку в стране-члене НАТО. Сейчас любое преступление в Европе против коренных европейцев, связанное с Кремлем, так или иначе. Деспот Путин вновь показал Британии свой звериный КГБ-шный скал. Итак, 5 июня мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим газом новичок, тем самым, который Путин хотел расправиться с предателем Скрипалем и его дочуркой. Благо, английские медики, это вам не российские медики, которые реально вылечивают, а не добивают своих граждан. Эта пара, отравившаяся российским новичком, некто Джейн Купер и Чарли Роули, состояли на учете в наркологическом диспансере, что позволило российской пропаганде за это зацепиться. Мол, смотрите, смотрите, да они обычные наркоманы, да как они вообще там в дорогущем районе Эмсбери оказались. Тереза Мэй все подстроила. Тереза Мэй, она хочет сорвать встречу Путина и Трампа. Это я сейчас вам пересказываю фрагменты российских политических ток-шоу. Давайте-ка же мы с вами подробно разберемся в фактах и деталях происшествия про наркотики и наркозависимость. А кто вам сказал, что это проблема бедных? Наоборот, статистика показывает, что богатые люди, а особенно в ночных клубах, с VIP-статусом, а вы все понимаете, сколько там стоит, ну хотя бы просто вход, не гнушаются всякой дурью. Более того, самые в кавычках классные наркотики стоят очень и очень дорого. Уже здесь российская пропаганда не работает, как мы видим. Так что же все-таки произошло в Эмсбери на этой неделе? Конечно, смысл травить пару наркоманов я не вижу у Кремля. Но киллеры службы внешней разведки Российской Федерации, когда траванули скрипали, вполне могли, уходя от погони британских контрразведчиков Ми-5, прятаться в Эмсбери, либо сбросить, например, в урну это самое вещество. А кто руется в мусорке или на свалке? Правильно, либо вам же, либо наркоманы в поисках дозы и пропитания, ну и денег. Тут у меня все сходится, как вы видите. Есть вариант намного интереснее, что кто-то из завербованных Кремлем агентов Министерства обороны Великобритании вынес газ новичок со складов Портондауна, чтобы травануть скрипалей, а потом остатки новичка выбросил в Эмсбери. Данная теория объясняет, что несколько раз в следственном заключении Скотланд-Ярда менялись обстоятельства уголовного дела против скрипалей. Просто британские исследователи и контрразведчики не могли допустить, чтобы общественность узнала об их провале. И тогда бы мы с их руководителей, и тогда бы с их руководителей полетели бы головы в фигуральном смысле. Любопытно, что в России с издевкой потребовали прекратить провокации в адрес России от Нила Басу, руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, и Эндрю Паркера, руководителя британской контрразведки Ми-5. То есть Кремлем названы те люди, благодаря которым, благодаря их действиям, Благодаря их халатностью позволили Кремлю совершить аж две химических атаки на жителей Британии при помощи химического оружия. А вообще, действительно, эта сладкая парочка просрала кучу терактов на своей территории. Две химатаки вообще позор. Удивительно, головы с плеч, как в сказке Луиса Кэрролла, не полетели. Кстати, Тереза Мэй мне как раз напоминает Красную Королеву из Алисы в Зверкале и Алисы в Стране Чудес. Фу! Ну всё! Всё! Спасибо за внимание! Спасибо тем, кто слушал меня до конца! Спасибо подписчикам! Благодарю вас за внимание! До встречи! Увидимся! Пока-пока!